девчоночки красавицы я рада что вы зашли вновь ко мне на канал и в сегодняшнем видео я буду рассказывать вам о ангине напишите пожалуйста в комментариях как вы относитесь к лечению ангины при помощи народных средств или же все-таки думаете что ангина устраняется только при помощи антибиотиков и ни в коем случае нельзя откладывать визит к врачу да возможно иногда и нужно вот ну а пока вы пишете я буду рассказывать мне кстати интересно будет почитать ваше мнение ангина в свое время я сама очень часто страдала вот таким вот заболеванием и в год у меня случалось это был один год моей жизни и в этот год я четыре раза переболела ангиной я специально записывалась на приемку таларит голову в российский госпиталь я помню это даже очень дорого стоило но я все таки поехала доктор меня посмотрел сделал анализы я уже не помню что там было вот и назначил мне антибиотик антибиотик вот но и что антибиотиком антибиотик лечит а через какое-то время ангина наступает у нас опять вот и потом когда я уже так четыре раза было я даже помню какие-то препараты покупала для того чтобы улучшить свой иммуно иммунитет вот и после того как я приехала в австрию я не знаю что со мной произошло я не знаю каким вирусом или гриппом я переболела потому что я действительно как только приехала в австрию на меня напал какой-то вирус вот я помню еще даже была беременная антибиотики пить нельзя то нельзя то нельзя страшно из-за ребенка страшно за свою эту жизнь ладно вот я помню у меня даже руки вот так вот трусились страшно трусились и наверное какой-то новый вирус пришел этот вирус который был у меня не вирус а может бактерии какие-то были они просто изничтожились все у меня ангин больше не было не было никогда вот сколько лет уже прошло а бывает такое горлышко болит но всю соду попила соной прополоскала все у меня восстановилась и прошло дальше значит это это у меня так было я поэтому я хочу сказать что я понимаю тех людей которые испытывают боль при ангине и которые возможно скажут да нет ни в коем случае самолечением заниматься нельзя нужно срочно бежать в больницу пить антибиотики потому что это не жизнь ты не можешь есть можешь пить я знаю знаю потому что я знаю что такое потому что я сама через это прошла прочувствовала дальше рассказываю за свою дочь когда мы приехали в австрию у нее в первом классе или во втором я уже не скорее всего в первом классе у нее тоже случилось ангина заболела наша девочка соседская пошли в доктору до диагностировали ей ангину выписали антибиотики пошли мы тоже и дочки выписал врач антибиотики антибиотики я ей не давала мы за несколько дней наверное дня за три убрали полностью боль но убирали мы ангину постоянным полосканием это сода соль вот через каждый час может быть даже через полчаса вот дальше и у меня был хлорофилипт масляный и хлорофилипт спиртовой по моему я брала я брала вот я не помню то ли ножницы то ли вилочку с другой стороны я брала наматывала очень хорошо ватку обливала вот этим вот хлорофилиптом масляным и я очень хорошо очень аккуратно прям там вот как в больнице больницы доктор не доктор а медсестра делает смазывание убирание вот этих вот шариков бельни шариков беленьких аналюта беленького до ангины вот так же то же самое делала я и все у нее ангина прошла без антибиотиков и что я хочу сказать когда организм без антибиотиков победил вот эти вот бактерии которые не бактерия организма которая вызывает ангину это может быть стафилококк это может быть стриптококк вот то что я знаю может быть еще что-то вызывает там ангину да вот туда один раз победив вот сколько вы все болеем здесь да вот вирусами вот и дочка с нами никогда не болеет у нее иммунитет очень стойкий очень сильный то есть антибиотик не получил организм и выработал в себе вот такой вот иммунитет да дальше сейчас рассказывать буду за сына у сына тоже такое было тоже была ангина ангину мы не лечили я уже знала о соде вот поэтому друзья мои ангина я хочу сказать лечится лечится при помощи народных средств при помощи хлорофилипта вот и сейчас я уже могу сказать что ангину я-то уже знаю правильно сода мы этой штучкой этой вирусой коронкой до два раза у нас было и мы с содой быстренько это все убирали а вот поэтому как только ребенок заболевает то есть я не только протираю но у нас сейчас нет уже хлорофилипта он уже закончился мы давно уже домой не ездим поэтому я беру обычный тампу верда там там верда наверно тоже в россии и белоруссии на украине там там верда наверно он есть везде если он жидкостный я его разбавляю флакончик вот откру откручивается я разбавляю и ребеночек полоская горлышко если он уже в шпреке то есть можно можно пшикать спокойно туда-сюда да ну и опять же полоскается горлышко вот каждый час в первый день заболевания до промывается носик у нас тоже в первый день заболевания нужно все вот эти вот меры бросить на на болезни и тогда на вторые на третьи сутки уже организм у ребенка будет полностью здоров я уже своих видео рассказывала как пить взрослому соду как пить ребенку соду вот так же суду можно принимать и с молоком и если допустим соду делать растворчик судовой с горячей водой не с кипятком ни в коем случае не кипятком заливать соду нельзя я вот смотрела видео да и некоторым я писала в фейсбуке или еще где то что ни в коем случае нельзя заливать кипятком и не люди такие гадости пишут да вы что да сам неумывакин сказал неумывакин иван павлович у меня очень много книг его он нигде в своей книге не пишет и нигде в своих видео на ю тубе он тоже никогда не говорил что соду нужно заливать кипятком это это глупости просто вот кто-то утку такую пустил а люди у нас какие опыт хватили и понесло и будут грудь рвать до победного до последнего доказывает то что он не знает у меня много книг неумывакин и там написано прям есть такие страницы где написано она посмотрите номер страницы сфотографировать возможно и выложить в интернет вот там написано что заливать тепленькой водичкой где-то 70-80 градусов чтобы немножко она покипела и да когда 70 воду 70 градусов ли заливаешь воду она немножко шипит немножечко немножечко но вот друзья когда соду пьешь то обязательно нужно пить на голодный желудок или за три часа до приема соды с водичкой с этой дать не есть ничего не пить то молоко если пить соды можно в любое время пить хоть днем хоть после обеда хоть после ужина роль никакой не играет но все-таки сода с водой намного лучше действует чем сода с молоком но и в то же время этот этот напиток целебный но вот как там так что с уверенностью хочу сказать когда ангина вылечивается без антибиотика это намного лучше для организма организм становится устойчивым к другим вирусом другим бактериям так что имейте это в виду не надо пробовать потому что то что попробовала я это моя ответственность я это сделала я это сделал я знала как это делать нужно но многие просто услышали увидели о повторяют я так тоже сделаю меня получат а потом кто-то виноват нет виноватых нет если вы делаете что-то вы сами несете ответственность за свою жизнь вот у меня сегодня на ютубе под видео написала одна мамочка комментарии то что у ребенка значит были постоянные сопли и вот как вы стали промывать по вашему совету у ребенка начались страшные отиты правильно потому что я в видео рассказывала что ни в коем случае если вы не уверены не делайте промывание потому что вы можете навредить вы можете сделать хуже для своего ребенка или для себя же и тут мамочка пишет создайте видео в котором вы показываете как правильно промывать я делала видео но я просто правильно показывала как головку наклонять на свою голову наклонять правильно я не хочу снимать это видео зачем это не эстетично это некрасиво но человек же не дурак не дебил чтобы прям будут досконально показывать как это делается я не знаю как то так сколько раз я говорила пойдите в аптеку узнаете вам там расскажет доктор расскажет не можете не делайте не надо также и с ангиной не уверены не делайте не надо но факт есть факт ангина устраняется без антибиотиков а это все это все бизнес бизнес ход медикаменты антибиотики и прочее другое спасибо вам большое за внимание рада вас видеть на канале я надеюсь вы меня тоже до новых встреч а вот пока пока на новых видео встретимся